Когда мы приехали, то долго отыскивали дедушку, но никак не могли отыскать. Мамаша мне и сказала тогда, что дедушка был прежде очень богатый и фабрику хотел строить, а что теперь он бедный, потому что тот, с кем мамаша уехала, взял у нее все дедушкиные деньги и не отдал ей. Она мне это сама сказала, и она говорила мне еще, что дедушка на нее очень сердит, и что она сама во всем перед ним виновата, и что нет у них теперь на всей земле никого, кроме дедушки. За неделю до смерти мамаша подозвала меня и сказала, Нелли, сходи еще раз к дедушке в последний раз и попроси, чтобы он пришел ко мне и простил меня. Скажи ему, что я через несколько дней умру, и тебя одну на свете оставлю, пока держит. Я тихонько вынула руку и побежала из дому, и всю дорогу бежала бегом и прибежала к дедушке. Как он увидел меня, то вскочил со стула и смотрит, и так испугался, что совсем стал такой бледный и весь задрожал. Я схватила его за руку и только одно выговорила, сейчас умрет. Тут он вдруг так и заметался, схватил свою палку и побежал за мной, даже в шляпу забыл, а было холодно. Я схватила шляпу и надела ему, и мы вместе выбежали. Я торопила его и говорила, и мы все дальше и дальше бежали. Дедушка устал и дышать трудно, и дышал трудно, но все торопился и бежал. Вдруг он упал, а шляпа из него соскочила. Я подбежала его, надела ему опять шляпу и стала его рукой вести. И только перед самой ночью мы пришли домой. Редактор субтитров А.Семкин